Уважаемые коллеги, сегодня на площадке форума наставников мы обсуждаем очень важную тему, важную тему в свете государственной политики и развития и повышения качества жизни людей с инвалидностью в обществе. Это наставничество для молодежи, для ребят с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Хочу сказать отдельное спасибо агентству стратегических инициатив. В своей повестке социальная тема представлена в агентстве очень широко. И лично Светлана Витальевна, руководитель агентства в настоящее время, в свое время возглавляла социальный блок, как вы знаете, и очень неравнодушно относится к данной теме. Я хочу представить, прежде всего сама представиться, меня зовут Бекбулатова Альбина, я проректор по методической работе инклюзивному образованию РГСУ, также являюсь одним из лидеров проекта Обилимпикс, это конкурсы профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, тот проект, который сегодня активно шагает по стране. Хочу представить наших замечательных спикеров, у нас хорошее географическое представление. Итак, Илья Сметанин, директор фонда работы Ай, он представляет город Санкт-Петербург. Екатерина Новожилова, ведущий тренер проекта фонда «Действуй», она представит программу наставничества для молодежи с инвалидностью «Шаг в профессию». Шарипов Данил, ученик школы 101 города Казани, представит проект «Дети детям». Новиков Михаил еще к нам, видимо, присоединится чуть позже, это менеджер проектов «Рои Перспектива», замечательная компания, которая много делает действительно в различных направлениях для людей с инвалидностью. Также хочу представить Берту Травничек, это один из представителей, нам нужно кресло, да, коллеги, пожалуйста, отработайте. Берта, занимайте свое место. Берта представляет Калининград, центр помощи детям, наш дом. Представляю Анастасию Давыдову. Анастасия расскажет о роли наставников в реабилитации, поделится своим личным опытом. Анастасия очень много занимается проектами для людей с инвалидностью, сама относится к этой категории, поэтому ее опыт очень важен для нас. И также хочу представить Иванчук Елену, руководитель проекта «Поколение 2084», президент фонда «Твори». У них с Анастасией совместное выступление по тем проектам, которые они реализуют, город Москва. И завершающим спикером нашей панели является Андрей Кузнецов. Он представляет Удмуртскую республику, тренер по спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы знаете, что сегодня очень много в нашей стране делается для людей с инвалидностью. Безусловно, тема наставничества для данной категории лиц является важной, значимой, и те практики, которые сегодня наработаны, они нуждаются в трансляции. Именно этому посвящена наша сегодняшняя встреча. Мы услышим лучшие практики в нашей стране, которые существуют, возможности их трансляции, применения в других регионах Российской Федерации. Я предоставляю слово Илье, который расскажет о проектах фонда «Работа Ай». Добрый день. Чрезвычайно приятно сегодня оказаться. И перед презентацией сразу скажу несколько слов про наставничество и значимость для нас. Мы занимаемся трудоустройством выпускников детских домов, выпускников коррекционной школы-интернатов и молодых людей с инвалидностью без опыта работы. Возраст 18-29 лет. В течение года мы трудоустроим, выводим на работу порядка 150 ребят. Не все закрепляются, но многие около 100 ребят закрепляются. Так вот, прежде чем вывести на работу, на работу выводят ребят наши консультанты по трудоустройству, мы сканируем рынок труда на предмет специальных вакансий. У нас на самом деле всего два требования к вакансии. Они достаточно простые и при этом они самые сложные. Ну, понятно, очевидно, они должны быть простые. Это как бы априори не обсуждается. Достаточно простые, с которыми можно начать людям без опыта работы. Но два других требования ключевых, они следующие. Первое – это то, чтобы руководство компании было готово к тому, что к ним придут люди с инвалидностью, выпускники детских домов, выпускники коррекционных школ. На уровне топ-менеджмента, на уровне директоров подразделений, директоров HR-директоров. А другое требование, самое на самом деле главное – то, чтобы у них изначально был наставник. То есть это может быть руководитель, это может быть старший в группе, старший коллега, но без наставничества мы вакансии в работу вообще не берем, потому что по нашему опыту работы это абсолютно бессмысленно. Это стрелять из пушки по воробьям, просто ребята не закрепятся. Мы начинали в 2009 году как волонтеры, но не лично я, я присоединился к команде в 2014 году. Начинали как волонтеры из бизнеса ряд руководителей, собственников малых и средних предприятий, менеджеров, крупных компаний, объединились, чтобы помочь Ефимовской коррекционной школе. Это на границе с Вологодской области, далеко-далеко в Ленинградской области небольшая школа-интернат. Начинали в 2009 году с подарков, достаточно быстро перешли на экскурсии и стали ребят просто вывозить, показывать, что такое Петербург. И в 2011 году был создан фонд, который помогал, цель которого была помочь конкретным ребятам из этой школы, которые приехали в Петербург. По количеству ребят их было где-то 20-25 человек. В 2012 году мы вывели первых трех ребят на работу, искали возможности сделать нашу организацию максимально устойчивой и масштабируемой. Но в 2017 году, подводя итоги года, мы поддерживаем более тысячи ребят в трех программах. Это программа «Центр Абутай», которой я возглавляю, программа «Социальность», с которой все начиналось, программа «Помощи в социализации в большом городе ребятам» и программа «Волонтерская», которая у нас как отдельная программа стартовала в прошлом году. Ребята, изначально, как я уже пинул, в 2011 году мы начинали с тютерской поддержки ребят. И мы вместе, а часто за них, ставили цели, мотивация была привнесенной. И, честно говоря, нас очень штормило. Ребят, которые... Мы пытались найти какой-то ответ, что сделает их самостоятельно в этой жизни. Мы находили этот ответ в трудоустройстве. Но ребят, которые хотели бы действительно работать и готовы были бы закрепиться, их было не так уж и много. И мы сформулировали для себя ряд принципов. Ряд принципов, на основе которых и строится вся основная наша работа. Первый принцип — это всегда спрашивать участника программы действительно, что он хочет достичь. Всегда. И не думать, что не спросив его, мы, взрослые дяди, можем знать лучше, что для него действительно будет лучше. Это самый сложный принцип. И иногда слезы текут из глаз. Хочется действительно сделать что-то из-за него. Но каждый раз мы должны сказать себе «нет», если он этого не хочет. Второй принцип, которым мы руководствуемся, то, что всегда его успехи — это его успехи. И неудачи — это тоже его неудачи. Третий принцип, он назван, как звучит, как «Больше не играем во всемогущих фонде Рауль». Но он звучит только так, потому что мы прошли вот этот 11, 12, 13 год, когда тьютеры вместе с ребятами ставили цели. Потом по личным причинам тьютеры могли выйти замуж, переехать в другой город. А мотивация, которая была у них на том этапе, она была, как я сказал, достаточно привнесенной и затем исчезала. По наставничеству. Я чуть позже расскажу более подробно о технологии работы, но наставник нам в первую очередь нужен для того, чтобы вместе с кандидатом перепроверить его цель и вместе помочь ему идти к реализации этой цели. Еще раз повторюсь, с кем мы работаем. Кратко, выпускники детских домов, коррекционная школа, ребята с инвалидностью, 18-29 лет, и опыт официальной работы либо его нет, либо он очень маленький, рваный, в любом случае не более 6 месяцев на одном рабочем месте. Мы работаем с ребятами от 16 до 29 лет. Работаем в партнерстве с крупными компаниями. Некоторые здесь перечислены. Миссия. Еще раз про мотивацию. Мы каждый раз ориентируемся на то, что хочет кандидат. Он может в какой-то момент хотеть не очень много, он может хотеть делать только первый шаг, но мы каждый раз проверяем и ищем те формы работы, где будет подкрепление результатами его желаний и действий. То есть, по сути дела, когда мы говорим о трудоустройстве, мы можем либо вывести его на один день работы, можем вывести на неделю работы, а можем вывести на вакансии, в которой он постарается закрепиться. Схема работы. Рекрутинг. Поскольку таких ребят, конечно же, нет ни на каких порталах, интернет-сайтах, ну и исключительно в социальных сетях, где они часто скрыты под другими именами, мы выстраиваем рекрутинг, подбор этих ребят, находим этих ребят через широкую сеть партнеров социальных организаций. На текущий момент в Санкт-Петербурге мы взаимодействуем так или иначе с более чем 700 специалистами. Это может быть очень плотное взаимодействие практически каждый день с некоторыми организациями. С некоторыми организациями это может быть шапочное знакомство через то, что мы познакомились, рассказали о себе. Но в любом случае наша задача достучаться до каждого из этих специалистов, более чем 250 организаций, и рассказать о том, что вот посмотрите, вот у вас есть Вася, Петя, Алена, вот у нас есть такая-то вакансия, ваши ребята могут претендовать на эти вакансии, потому что другие ребята уже это делают. Илья, у нас время, 6 минут, я напоминаю, да, поэтому, нет, вы уже его выбрали, поэтому нужно. И я не буду задерживать, собственно говоря, я могу остановиться именно и завершить на этой теме. Если вы посмотрите на схему, практически на каждом этапе есть наставник и есть корпоративные волонтеры. Мне очень, я тогда завершая, скажу, надеюсь, к нам присоединится Михаил Новиков, которого мы ждем. Мы вместе с организацией Роя Перспектива входим в Совет Бизнеса по вопросу инвалидности, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. И одно из последних мероприятий, которое у нас было в рамках этого Совета, и я присоединяюсь здесь, приглашаю всех, кто и социальной организации, и бизнес присоединяться к этому Совету. Одно из последних заседаний, это было по наставничеству, когда непосредственные руководители сотрудников с инвалидностью рассказывали об опыте управления и решении сложных задач в процессе работы. Спасибо большое, Илья. Очень интересный опыт. На самом деле он абсолютно коррелирует с той повесткой, которая во внимании находится и государство. Вы знаете, что внесен закон о сопровождаемом трудоустройстве, и, собственно, вы являетесь как раз-таки тем успешным примером, как можно это организовать и встроиться в уже выстроенную систему получения и государственных услуг в том числе. Я хотела бы в продолжении данной темы предоставить слово Екатерине Новожиловой, ведущему тренеру проекта «Действуй», которая также расскажет о деятельности по сопровождаемому трудоустройству. Спасибо большое. Добрый день. Я бы хотела... Презентация у нас же будет, да? Я бы хотела рассказать вам о механиках, которые мы используем в проекте инклюзивного наставничества. Я думаю, что это не моя презентация, потому что, кажется, это про спорт, а мы про профессию. Наши стажеры — это те люди, которые хотят реализоваться в профессии, независимо от того, какая это профессия, независимо от того, в каком городе они проживают, они могут найти поддержку наставника по заявленной дисциплине. Благодарительный фонд «Действуй» мы, хоть и фонд, но называем себя акселератором молодежных инклюзивных проектов. Каждый руководитель наших проектов — это человек с инвалидностью, который хочет создавать продукты и услуги для всех, в том числе доступные для людей с инвалидностью. «Шаг в профессию» — это флагман нашего фонда, флагман нашего акселератора. Это проект, который существует два с половиной года. Сегодня в нем принимают участие молодые люди с инвалидностью из 15 городов России. По схеме взаимодействия, как это происходит. Проект идет три месяца. В начале мы собираем заявки среди молодежи с инвалидностью по желанию участников. Это может быть человек, как я уже сказала, из любого города, желающий развиться в любой специальности. Мы по его запросу находим наставника, который будет соответствовать требованиям, и он может быть экспертом в профессии, то есть его трудовой стаж, что позволяет. После того, как мы узнали запросы наших учеников, мы подбираем наставников. Наставники – это представители компаний-партнеров наших и специалисты открытого рынка труда. Как мы их находим? На самом деле для меня было открытием, что можно просто на сайте по поиску работы разместить вакансию волонтерскую, и на нее будут активно откликаться. Мы гордимся нашими наставниками, среди них и эксперты крупных компаний, и предприниматели, и специалисты узконаправленности. Вот, например, в последнем сезоне в качестве наставника принимала участие Александра Капецкая, психолога Европы, сотрудники ВГТРК, РБК, Деллойд, Прайс, Вотерхаус, агентство Далее. И мы в проекте решаем задачи наших ребят, насущные, как мы их видим. У наставника три задачи. Первое. Это, безусловно, профессиональная адаптация с точки зрения знаний и умений наших стажеров. У нас не процессное обучение, а целевое. Это значит, что по истечению срока стажировки наш стажер должен показать фактический результат. Например, если он хотел учиться на повара-кондитера, он должен испечь торт. Если он учился на художника, он должен рисовать картину. Если он учился на дизайнера, то он представляет сайт, например. Наши наставники также помогают ребятам адаптироваться с точки зрения культуры профессии, потому что мало знаний и умений. Нужно еще уметь представлять свою роль внутри компании, свою роль в обществе. Нужно уметь работать в коллективе. И наши наставники очень часто для реализации этой задачи привлекают свой коллектив. Так, например, наш стажер, одна из наших стажеров, Ангелина, которая стажировалась в РБК, имела счастье учиться аж у 10 наставников. Ей показали полный процесс работы таким образом, чтобы Ангелина могла выполнять свою узкую работу, свой узкий участок, но понимая ответственность. Ну и третья задача, которую мы ставим перед нашими наставниками, это подготовка к самостоятельной дальнейшей работе без них. Дело в том, что ребята, попадая к нам, очень часто попадают в новую, необычную для себя среду. Они впервые бывают очень часто на групповых обучениях, на экскурсиях, на беседах с наставниками, на встречах с экспертами. У нас идет режимная работа. Наставник встречается с учеником минимум дважды в неделю. Они работают по индивидуальному плану развития каждого стажера. Это очень важно, потому что наши ребята не всегда объективно оценивают задачи в профессии. Наши наставники в этом тоже помогают. И после того, как ребята заканчивают участие в проекте, для того, чтобы не было спада, для того, чтобы был рост, наши наставники и мы, вся команда организаторов, поддерживаем ребят. Что касается наставников, мы очень благодарны, мы были очень удивлены, на самом деле, когда увидели такой широкий отклик от представителей компаний, от экспертов. Мы помогаем экспертам в своей профессии научиться передавать опыт другим. Мы проводим обучение наставничеству, также мы проводим обучение инклюзивным методикам и, конечно, этикеты по общению с людьми с инвалидностью. Наши пары работают в течение трех месяцев, я уже повторюсь. У каждой пары есть индивидуальный план развития. Мы, как кураторы, можем отслеживать их работу и помогать им. У нас есть методические встречи, у нас есть встречи кураторов, у нас есть встречи наставников. И финалом занятий наших, финал наших встреч, является защита проектов. Каждая пара, которая принимает участие в стажировке, защищает результаты своей работы. Это нужно для того, чтобы ребята понимали, с одной стороны, меры ответственности, с другой стороны, имели возможность отметить, отпраздновать вместе с нами, со всеми, свой первый шаг в профессию. И на финалах наших сезонов присутствуют также эксперты различных профессий, которые дают ребятам обратную связь на путствие. К нашей большой радости очень часто ребята получают предложение о работе прямо на финале. Ну а вообще наши стажеры трудоустраиваются в компании своих наставников или в компании, которые специализируются в той области, в которой ребята хотели стажироваться. Мы понимаем, что, пожалуй, недостаточно было бы такую помощь оказывать, поэтому в рамках фонда мы еще проводим другие проекты, которые помогают бизнесу, работодателю адаптироваться к тому, что придет человек с инвалидностью. Это тренинги по инклюзивному наставничеству, это инклюзивные квесты для сотрудников компаний. Мы помогаем рабочие места обустроить таким образом, чтобы люди с инвалидностью могли работать в комфортном для себя режиме и приносить максимум пользы компании. И нам бы очень хотелось, если коллеги среди вас есть желающие стать наставником, если вы знаете тех, кто захотел бы стать у нас стажером и учиться, если вы бы хотели принять участие как кураторы какого-то курса, наши ребята проходят еще обучение soft skills, это коммуникация, это работа в Excel, это курсы английского языка. Если вы хотите принять участие, мы будем очень-очень рады. Со своей стороны мы готовы поделиться опытом, мы готовы поучаствовать в ваших проектах. И для нас большая радость, что мы сегодня можем рассказать о наших практиках. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Екатерина. Очень интересное выступление. На самом деле, без помощи социально ориентированных некоммерческих организаций, без общественных инициатив, без добровольчества, волонтерства, наверное, нельзя изменить этот мир. И сегодня мы уже видим, насколько зрелым стало общество по осознанию, пониманию, важности и значимости задачи по трудоустройству ребят с инвалидностью. Я хотела бы передать слово нашему замечательному спикеру Данилу Шарипову. Он представляет проект, который реализуется в Казани «Дети детям». Это самый молодой наш участник. Данил, тебе слово. Здравствуйте. Я Шарипов Данил, ученик 10-го Б класса среднего общеобразовательной школы номер 101 имени Петра Алексеевича Палушкина. Презентацию, пожалуйста, включите. Имени Петра Алексеевича Палушкина, Центр образования Советского района города Казани. Я обучаюсь специализированному в классе МЧС по направлению спасателей. В 2013 году наша школа была адаптирована под программу «Доступная среда», так как в нашей школе обучалось много детей с разными заболеваниями. Были убраны пороги в классных кабинетах, были установлены пандусы, робот-подъемник. Была проложена дорожка между зданиями школ с остановочными площадками для отдыха. Я заметил, что среди моих сверстников и учеников есть разное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы посмотрели статистику Российской Федерации и увидели, что у нас такая же проблема. И тогда возникла идея. В школе созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, но у обычных детей нет понимания, как общаться с ними, жалеть их или общаться с ними как с равными. Чтобы решить эту проблему, я решил реализовать свой проект. Но одному мне бы вряд ли удалось это сделать. У меня много друзей в классе. И тогда я обратился к одноклассникам, которые меня сразу же поддержали. Но у них не было опыта работы с детьми с ограниченными возможностями. У меня такой опыт был. К такой работе меня привлекла моя мама, которая много лет сотрудничает с благотворительными фондами по оказанию помощи семьям с детьми инвалидами. Мы стали учиться узнавать особенности диагнозов, узнавать правила поведения с такими детьми, учиться милосердию, опыту сопричастности, учиться пониманию важности и необходимости нашей деятельности. В ходе обучения появились три направления нашей деятельности. В первом направлении они видят и чувствуют мир по-другому. Это организация праздников, акций для Умсона остальных детей Дербышинского детского дома, детей олигофренов и детей с детским церебральным параличом. Второе направление подарил улыбку людям. Это организация совместной деятельности с детьми с ограниченными возможностями, учащимися в нашей школе. Третье направление – это доброе дело крепко. Это организация волонтерского движения. И работа закипела. По первому направлению установилось тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Аль-Пари». Вместе мы играем с малышами! Субтитры создавал DimaTorzok по первому направлению установилось тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Аль-Пари» имени Анжелы Вавиловой. Это совместный праздник масленица катания на тюбингах, катания на водных велосипедах и лодках, ознакомление с работой МЧС «Освод», обучение правильной гребли на лодке, учение надевания спасательных жилетов. Эти формы работы были направлены на детей с заболеваниями ДЦП и олигофрения. По второму направлению был сделан упор на работу с детьми школы. Мы взяли первый Б-класс, в котором было наибольшее количество детей с разными заболеваниями. Мы учили их новым играм, ставили театральные постановки, проводили уроки и акции добра. Так как мы класс МЧС, то и новогодние приключения стали приключениями эльфа-спасателей. Третье направление работы распространялось не только на наш класс, но и на всю школу. Это уход за пожилыми и одинокими людьми, сбор макулатуры в благотворительные фонды, благотворительные ярмарки с дальнейшей передачей средств на лекарства и лечения. Сейчас наши маленькие друзья в третьем классе. Мы видим, что они стали участниками научных практических конференций, занимаются в хореографических школьных кружках. Они активны, открыты и всегда радостно встречают нас, уверены, что их никто никогда не обидит. В ходе реализации проекта я стал наставником как для особенных детей, так и для своих одноклассников. Было приятно видеть, как меняется сознание моих сверстников, как они получают опыт работы, общения с такими детьми. А дети с ограниченными возможностями учились не бояться, что их воспринимают не так, как всех. Учились открытости и смотреть на мир, как все обычные дети. Сегодня я здесь, в Москве, и сегодня же у нас проходит праздник Масленица. И здесь они вместе с фондом Аль-Пари проводят этот праздник. У нас появилось третье направление работы. Это работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей с девятного поведения и волонтеров нашей школы. И в этом нам будут помогать собаки и лошади. Мы верим, что животные помогут преодолеть многие трудности в жизни этих детей. О результатах этого направления я расскажу вам в следующий раз. Спасибо за внимание. Спасибо, Данил. Спасибо за твою ответственную позицию, за добровольчество, за то, что ты своим личным примером вовлекаешь ребят в замечательное дело наставничества и помощь подопечным своим, будущим специалистам. Я хочу передать слово Михаилу Новикову, представителю Рои Перспектива. Он расскажет о тех практиках, которые сегодня успешно реализуются этой общественной организацией. Михаил, вам слово. Добрый день. Да, замечательно. Нормально? Все слышно? Хорошо. Спасибо. Я не знаю, знаете ли вы про нашу организацию? Перспектива. Мы работаем с 1997 года. У нас большое количество различных направлений деятельности. Это и инклюзивное образование, и киносетивали «Кино без барьеров», и доступ людей с инвалидностью к спорту, и юридическая помощь. И одно из таких больших направлений, которые мы реализуем с 2003 года, это направление деятельности по трудоустройству людей с инвалидностью. Причем мы работаем в этом направлении именно в практическом ключе. Мы реально помогаем трудоустраиваться людям с инвалидностью. У нас своеобразное агентство по трудоустройству. Работаем с работодателями, помогаем, подыскиваем и подготавливаем соискателей с инвалидностью для того, чтобы трудоустроить их на те рабочие места, которые наши партнеры-работодатели готовы предоставить. Где-то с 2016 года мы дополнили нашу деятельность по трудоустройству весьма большим таким направлением деятельности, как именно наставничество. Мы посчитали абсолютно правильно, что именно это то, что поможет нашим программам быть более эффективными, востребованными, интересными как для людей с инвалидностью, так и для представителей бизнеса. В общем-то, здесь вот кратко написано в основных трех программах, дальше о них будет более подробно, в которых наше наставничество реализуется. Скажу просто основные моменты, которые принципиальны для этой программы, это то, что представители крупного бизнеса имеют возможность общения и помощи конкретным своим, ну, подопечным мы это слово не очень любим, клиентам, людям с инвалидностью, для того, чтобы почувствовать профессию, для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы понять, как можно самореализоваться в профессиональной сфере. В общем-то, такие роды наставники нужны для всех. Любой молодой человек, который заканчивает обучение, конечно же, не слишком хорошо ориентируется на современном рынке труда. Для ребят с инвалидностью это часто бывает актуально втройне, потому что несколько меньше возможностей, несколько меньше социального опыта. Именно такая помощь опытных людей, которые состоялись в сфере бизнеса, как раз и помогает им нереировать это и добиться успеха на профессиональном поприще и найти работу. Первая наша программа, о которой я расскажу, это «Попробуй профессию в деле». Мы ее реализуем совместно с компанией Microsoft. У нас уже прошло два выпуска этой программы. Последний был осенью этого года, в котором участвовало 25 ребят с инвалидностью. Суть программы в том, что определенное количество наставников с компанией Microsoft отбирают себе как раз тех клиентов, с которыми общаются и которых ведут на протяжении двух месяцев. Общение происходит не лично, это в принципе дистанционное общение. Многие наставники, даже не большинство, но некоторые есть, даже из других стран. Ребята, которые участвуют в этой программе, не только москвичи. Вот из 25 человек, примерно половина было москвичи, примерно половина были ребята из других регионов. Так как общение, в общем-то, посредством Skype и других дистанционных технологий позволяют все это реализовывать. Это как раз наша география. Это вот количество всего, которое было за два цикла программы ребят. И это как бы те результаты, которые, в общем-то, получились. 13 человек прошли стажировку, 11 человек потом нашли работу. В принципе, достаточно интересные результаты. Хотя я уверен, что результат на самом деле значительно больше, потому что с некоторыми ребятами, к сожалению, после того, как они прошли эту своеобразную программу, ну, по их инициативе мы теряем определенный контакт. Ну, вполне возможно, они считают, что получили то, что им необходимо. По результатам программы ребята получают определенные сертификаты, дипломы, где написана компания Microsoft. На самом деле это весьма ценится. И многие рассказывали, что когда они показывают работодателям, что участвовали в такой программе, это очень сильно повышает их как раз возможности трудоустройства. Следующая программа, о которой расскажу, карьерные перспективы. Это образовательный курс. Он представляет из себя два этапа. Первый – это где-то порядка 8-10 тренингов, которые тоже в приоритетном порядке ведут представители компаний бизнеса. И потом программа наставничества. То есть каждый участник этой программы получает наставника из числа бизнеса, с которым регулярно взаимодействуют для того, как раз чтобы понять свою профессию, самореализоваться и иметь возможность более успешно закрепиться на современном рынке труда. У нас большое количество компаний в этом задействовано. Много наставников из разных компаний достаточно крупного бизнеса. Программа у нас, это было московская, мы начали эту программу реализовывать сейчас и в регионах. И осенью этого года прошел первый цикл программы в Санкт-Петербурге. Мы также планируем, чтобы и в этом году она в Санкт-Петербурге, так же, как и в Москве продолжалась. Но также мы планируем в этом году подключить еще к этой программе Нижний Новгород, Новосибирск, может быть, еще и Воронеж получится. Михаил, у вас мало осталось. Да, 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 я уже заканчиваю, я близок. Путь к карьере. Это очень наше давнейшее традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2008 года. Суть его в том, что мы отбираем ребят, студентов или недавних выпускников, тоже в ходе образовательной программы готовим их к трудоустройству, они проходят цикл тренингов. Но здесь еще есть такое финальное мероприятие, где ребята имеют возможность провести самопрезентацию, участвуют в деловых играх, а членами жюри и гостями выступают представители как раз бизнеса, крупных компаний, работодателей, которые могут посмотреть участников для того, чтобы иметь возможность предложить им трудоустройство. Мы последний цикл этой программы, два года, расширили тем, что стали как раз и в этой программе использовать элемент наставничества. То есть все участники программы в ходе подготовительных процессов, подготовительной программы, имеют своих наставников из числа бизнеса, которые помогают им как раз и подготовиться к финалу, и тоже понять и рынок труда, и свои возможности, и то, чему им необходимо научиться для того, чтобы преуспеть в выбранной профессии. Такие небольшие успешные истории, которые у нас есть, их на самом деле много, уже десятки. Мы в ближайшее время снимем даже фильм, который расскажет как раз о нашей программе наставничества, где представители бизнеса расскажут, почему они в этом участвуют, что им это дает на самом деле. Это их очень сильно воодушевляет, и они с большим интересом привлекаются и участвуют в этом. Естественно, ребята с инвалидностью, что это им дало, как это повлияло на их жизнь, что удалось им благодаря тому, что они получили таких хороших наставников и участвовали в таких программах. Вот. Все. Спасибо. Спасибо, Михаил. Действительно, Роя Перспектива проделала колоссальную работу за эти годы, и мы, как Российский государственный социальный университет, тоже участвуем в программе «Путь карьеры». Наши ребята довольны этой программой, успешно трудоустраиваются, поэтому эта практика заслуживает внимания. Хотела бы сказать, что сегодня на порталах, на ведущих рекретинговых порталах, уже есть возможность видеть вакансии для людей с инвалидностью. Это тоже большое достижение. Мы вот работаем совместно с порталом Headhunter, с порталом «Работа в России». Сегодня участники конкурсов «Обилимпикс» тоже имеют маркированную вакансию, показывая, что эти люди, они действительно уже готовы к трудоустройству. Я хотела бы передать слово сейчас травничек Берте, поздравить ее с тем, что она стала финалистом конкурсов наставников. И она представит интересный проект, это опыт наставничества через занятия серфингом. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники форума. Я бы сегодня представляю наш самый западный регион Российской Федерации. История Калининградской области началась в 1946 году. Мы самая молодая область на территории Российской Федерации. А история нашего дома началась в далеком 1947 году. Нам в сентябре исполнилось 70 лет. И безусловно, за этот период времени в нашем доме накоплен огромный практический опыт. И мне сегодня хотелось бы поделиться с вами нашим опытом наставничества. Как раз-таки и тема секции очень близка к этому проекту, потому что участники этого проекта – молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому разрешите вам поделиться нашей жизнью. История Калининградской области История Калининградской области История Калининградской области Дети, которые живут в нашем доме, как правило, это эти дети, которые имеют особенности на своем жизненном пути. Это дети, которые остались без опеки родителей, это дети-сироты, это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы как раз-таки, и наш центр, он создан для того, чтобы помогать детям. А какая может быть основная помощь нашим детям? Это защитить их интересы, защитить их права, создать условия для того, чтобы они были здоровыми. И, конечно же, создать те условия, когда они смогут быть социально успешными. А серфинг – это как раз-таки тот уникальный вид спорта, который позволит им заняться и здоровьем, и разрешить свои внутренние психологические вопросы. И в то же самое время научить себя преодолевать все препятствия, которые появляются в их жизни. То есть это та возможность для того, чтобы быть успешным, развитым, современным и, самое главное, здоровым человеком. Серфинг – это жизнь. И мы учим детей именно жить. У процесса серфинга есть такой момент, когда ты должен преодолеть прибой. Это и есть как раз-таки те сложности, с которыми мы справляемся в повседневной жизни. Мы все преодолеваем прибой, и перед тем, как за что-то браться, мы, в первую очередь, должны анализировать, с какой стороны подойти к решению той или иной сложности, чтобы потом оказаться на высоте. И перед тем, как заниматься серфингом, перед каждым нашим заходом в воду мы, конечно же, должны анализировать. Этот анализ, он содержит в себе элементы гармонии, элементы баланса, когда ты успокаиваешься, когда ты начинаешь свой внутренний какой-то диалог о том, что нужно настраиваться, нужно успокаиваться. Вся эта спешка, череда сумасшедших событий, все эти проблемы остаются на берегу или даже далеко за пределами берега. Дальше наступает такой этап, который очень во многом значим, да, то есть он является приоритетным из жизни и так далее, да, поймать свою волну. Я сегодня ходила на тренировку по серфингу. Мы учились держать равновесие и грифти. Слушала учителя, я сначала волновалась, я думала, что не справлюсь, и у меня хорошо получилось. Я с нетерпением жду, когда слава илюлю свою первую волну. Обучение детей состоит из работы на суши, которая включает в себя этот баланс, упражнения на балансе. Прежде чем выйти на воду, каждый проходит урок о безопасности, инструктаж, как держаться, как падать правильно с доски. Все это они проходят в первые же дни, перед тем, как выйти на море. Занятия проходят у нас три раза в неделю. Как правило, мы, конечно, подстраиваемся под прогноз, чтобы был идеальный прогноз для новичков, а именно, чтобы это был свелл, волна без ветра, чтобы они чувствовали ее, могли читать, могли предвидеть какие-то ситуации, будь то течение, ветер, на случай, когда они в следующий раз пойдут в более сложную ситуацию. Эти мягкие условия позволяют им реально наслаждаться процессом, а не мучиться, не бороться со стихией. Конечно, я нахожусь с детьми в воде. Мало того, что я контролирую всю ситуацию, как правило, это один-два человека. Я же и запускаю первый раз на волне, только тогда, когда я уже чувствую, что ребенок очень уверенно себя чувствует на воде, и он хорошо плавает, только тогда я могу его оставить, опять же, рядом и заниматься с учеником, который первый урок проходит на воде. Андрей постоянно, грубо говоря, с нами щасюкать, но это он постоянно, он за нами смотрит, он постоянно помогает в чем-то, он говорит, как правильно надо ставить ногу, как делать выпады, как делать перевороты. Я встал на доску, ну, сначала я начал грести, грести, мне сказали то, что волна, я обернулся назад, посмотрел, волна большая такая идет, нарастает. Когда я уже был в горизонтальном положении практически, я потом встал на доску и начал ехать. Мы радуемся, кто-то проехал, потом просто радуемся друг за друга, друг другу с ними в руки, чтобы вообще, это не передаваемое ощущение, это невозможно объяснить. Если что-то не получается, я наоборот иду, к этому стремлюсь, чтобы поставить цель перед собой и чтобы достигать ее. Мы рассказали о тех путях, в которых можно пойти просто, если ты выбираешь серфинг, если ты выбираешь нашу команду и, конечно, здесь большинство, оно, конечно, с нами. И в процессе того, как начинает вся информация распространяться, когда первые детишки поймали свою волну, вот эти вот возгласы, там, ааа, круто, классно, да. Конечно, они начинают это делиться со своими, там, товарищами и так далее, и так далее. И просто происходит волнообразный такой эффект, когда все больше и больше детей хотят это попробовать. Вот этот красочный мир, где люди путешествуют, где люди счастливы, они умеют ценить момент. Самое главное, чтобы у наших детей была возможность почувствовать, что мир может быть иной, другой. Для нас очень важно, чтобы дети знали, что вот эта деятельность или иная, другая, она может привести к положительному результату, да. Она позволит осуществить ту мечту, о которой мы говорим. Наше уникальное расположение, действительно, мы имеем возможность не только наслаждаться берегом Балтийского моря, но мы имеем возможность и пробовать волны Балтийского моря. Мы очень рады, что мы являемся фактически ключевой фигурой в развитии детского серфинга в Калининградской области. Я еще ни разу не вставала как бы именно на доску, не каталась так, и я как бы только лежа что-то пыталась делать. И как бы первые эмоции переполняли. Получаешь адреналин какой-то, прям хочется еще, еще, еще. Когда я занимаюсь серфингом, я отключаюсь от многих проблем, которые происходят вокруг, от всех абсолютно. То есть я обращаю внимание только на доску и на воду. Субтитры создавал DimaTorzok Адреналин получаешь, когда первую волну ловишь. Ты всегда улыбаешься, когда клянешься. Я очень жду занятия серфинга. Мне нравится заниматься серфингом, когда я плаваю на доске. Мне нравится на доске катать. Мне когда в первый раз попробовал, мне очень сильно понравилось. Захотелось еще. Когда я первый раз пошла в воду, я очень боялась того, что я там упаду или еще что-то. Ребята, которые были рядом, они поддерживали как бы, то есть, если что, там помогали чем-то, показывали, что у нас так вот до цепи. Я когда занимаюсь с друзьями серфингом, я чувствую поддержку. Они мне помогают все время. Я не свалил свою первую волну, но собираюсь поймать ее. Непередаваемые. Это вообще круто. Не знаю, когда я просто захожу на море с доской, это внутри все так переполняется, и просто как-то хочется кататься, заниматься серфингом. Серфинг помогает мне забыть о плохих проблемах. Это семья для меня стала. Семья. Думаю, мы на этом можем завершить уже просмотр. Хочу отметить абсолютное ощущение счастья на лицах детей. Мне кажется, весь зал получил удовольствие от просмотра данного ролика. Спасибо, Берта, за то, что вы делаете. Спасибо вам большое за внимание. И я бы хотела добавить, что этот проект набирает обороты. В этом году мы включаем занятия с наставниками детей-инвалидов, которые посещают группу дневного пребывания. К сожалению, наша группа увеличивается год от года. И я думаю, что эта практика будет и для них полезной в том числе. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. И мы возвращаемся к теме трудоустройства. Эта тема сегодня сквозной нитью прошила нашу дискуссию. Мне кажется, это важным качественным изменением в обществе. Если раньше мы говорили о социальной поддержке и помощи, то сегодня мы всерьез и с хорошими практиками и опытом говорим о трудоустройстве людей с инвалидностью. Я хочу представить слово Иванчук Елене. Она расскажет о роли наставничества в создании экосистемы. И совместно этот доклад будет представлен Анастасией Давыдовой. Елена, вам слово. Спасибо. Спасибо огромное. Будьте добры в презентацию. Наш проект претендует как раз на системность, потому что мы говорим про создание экосистемы для развития трудоустройства и предпринимательства для людей с инвалидностью и ВЗ. Немного о себе, почему мы вдруг занялись этой темой. Я с 2016 года занимаюсь социальным и предпринимательским проектированием, являюсь наставником, у меня в настоящий момент в программе бизнес-класс компании Google порядка 15 наставляемых уже, с которыми я работаю, причем по всей стране. Но потом мы встретились с Анастасией Давыдовой, которая как раз здесь сидит, и мы начали работать как раз по теме, по этой целевой аудитории. Значит, вот есть такая задача. К 2020 году правительством Российской Федерации поставлено обеспечить половину инвалидов трудоспособного возраста работой. Но здесь возникает дилемма. И об этом, я думаю, что имеет смысл говорить, тем более, что в рамках этого форума, когда инвалиды не хотят работать, инвалиды, находящиеся уже взрослые, выйдя, закончив образовательное учреждение, собственно говоря, и Илья об этом говорил, да, что исчезает мотивация, что она, скорее всего, скорее привнесенная, а потом она куда-то исчезает. И есть вторая история. Если мы будем честно смотреть правде в глаза о том, что работодатели на самом деле не готовы трудоустраивать, потому что это связано с большим количеством проблем. Но начиная с рабочего места, работа с мотивацией, ну и так далее. То есть я думаю, что ни для кого это не секрет. И, соответственно, одно из решений – это квотирование рабочих мест. Но будет ли оно достаточным для того, чтобы действительно обеспечить высшестоящую задачу. Соответственно, на базе технологического колледжа номер 24 мы решили начать проект, о котором сейчас хотелось бы рассказать. Потому что было интересно понять, есть ли мотивация, есть ли и каковы ценности инвалидов и людей с ОВЗ, которые сейчас являются студентами. По состоянию на данный момент было проведено 6 моделирующих игр, которые как раз нам должны были помочь ответить на этот вопрос. Количество участников и вот такая выборка, она, естественно, не случайна, потому что студенты, обучающиеся по программе профессионального обучения без границ, вот фактически это те дети, которые закончили школу без диплома и не могли сдать экзамены в 9 классе. То есть по уровню своему социализации они находятся примерно на одном уровне с ребятами с инвалидностью или ОВЗ. И вы знаете, что было любопытным на выходе во всех этих группах? Вот приоритеты, они были вот именно вот эти. Это деньги, удовольствие, эмоции, опыт, результаты общения. Вот согласитесь, все те, кто сидит у нас сейчас в этом зале, пожелания от будущего места работы, они примерно вот те же самые, да, ничем не отличаются. И вот что очень радует, что речь идет, я здесь поставила не в порядке приоритетном, а просто в таком свободном. И вот что меня радует здесь, да, что речь идет об удовольствии и эмоциях. Все ребята практически говорили о возможности самореализации, потому что действительно, если человек занимается любимым ему делом, он эффективен, он, естественно, является финансово состоятельным. И я бы хотела обратиться к нашей былини про Илью Муромца, который сидел 33 года на печи, и в какой-то момент к нему пришли, значит, мудрые старцы, калики-перехожие, и властно сказали ему, пойди и принеси нам воды на пиццу. Да, то есть вот было такое действие, мы все об этом знаем. Ну, если мы говорим про ассоциацию, то в данном случае эти странники, это как раз те наставники, которым посвящен этот форум, да, когда мы переходим из категории людей, которые жалеют, категории людей, которые помогают встать на ноги и реализоваться. Ну и, соответственно, понятная история, этими наставниками могут быть все те люди, которые окружают наших студентов, наших школьников, людей с инвалидностью, это родители общественной организации, образовательной организации. Вот, и наша задача нашего проекта, это в том, стоит в том, чтобы вот эта мотивация к труду, которая сейчас есть у студентов, поскольку они получают профессию, и на выходе вполне могут быть, у них могут быть два пути. Первый путь – это трудоустройство, второй путь – это предпринимательство. Да, мы, в общем-то, замокнулись еще и на эту тему, потому что тема самозанятости, она, наверное, будет для таких студентов наиболее приоритетной, потому что именно самозанятость и проектная работа позволит человеку с инвалидностью быстрее находить работу, быстрее, и работодатель скорее согласится его взять к себе, поскольку он эффективен на каком-то коротком промежутке времени, и, соответственно, вот эти короткие промежутки времени могут быть потом долгосрочной перспективой по взаимодействию с конкретным работодателем. Ну и, соответственно, Илья Муромец, когда встал на ноги, он, в общем, стал защитниками земель Роски. Ну и именно по этой причине вот это такая прелюдия к нашему проекту, о котором мы сейчас хотели бы сказать. Наш проект называется «Я Муромец». Когда мы говорим о том, что люди, поскольку человек инвалид, у нас в обществе сложились стереотипы по отношению к этим людям, и хотелось бы, чтобы эти люди выходили на какой-то более высокий уровень. Поэтому «Я Муромец», «Я не инвалид», «Я Муромец», «Я человек, который встал на ноги и занимаюсь самореализацией, становлюсь финансово независимым» и, собственно говоря, не теряю эту мотивацию, о которой ранее говорили участники нашей дискуссии. Поэтому мы вводим несколько новых понятий. Это личность. Личность, инвалидность, не человек, да, не люди с инвалидностью, а личности, потому что мы, в первую очередь, уважаем людей за их дела, за их отношения, за их мировоззрение. Дальше. Социально-ролевая модель отношений. Мы в какой-то момент, тоже времени, тоже иногда становимся инвалидами. И мы пытаемся подстроиться под человека, который находится рядом. Если, могу привести пример, то если кто-то теряет голос, мы начинаем с этим человеком разговаривать, то автоматически мы точно так же его понижаем. Хотя, собственно говоря, в этом нет необходимости. Мы должны держать себя в тех рамках привычного, да, не подстраиваться, а, соответственно, подтягивать тех людей под свой образ жизни, под свое мировоззрение. Тогда, в общем-то, может быть, и будет результат. Следующий. Это профессионально-образовательная траектория. Не просто образовательная траектория, а именно профессиональная, когда дети с первого курса, там, я не знаю, с первого класса, с рождения, если, ну, так сложились обстоятельства, они начинают готовиться к тому, что они должны быть трудоустроены морально, потому что это, наверное, самое сложное. И поэтому мы выделяем новую компетенцию, как способность к трудоустройству, которая точно так же должна быть одной из основных компетенций, которую дети получают на выходе из образовательных организаций. Соответственно, все те законы проектирования, поскольку любое, и наши выступающие спикеры здесь как раз все это подтверждают, что если человек действует, если он имеет цель, то у него совершенно другой позитивный взгляд на весь мир и на отношение к жизни. Поэтому верить в то, что делаешь, верить в себя и команду, личные цели, равны цели проекту, правильно организованный социальный проект всегда, вот всегда монетизируется и идти до конца. Это то, с чем мы работаем сейчас со студентами и, соответственно, у нас следующая аудитория целевает бот-школьники. Соответственно, мы приглашаем всех, кто заинтересован, кто разделяет именно эту идеологию на нашу конференцию, которая будет 1-2 марта проходить на базе технологического колледжа номер 24, поскольку наша цель – это разработка эффективных механизмов для взаимодействия всех тех участников, которые общаются, обучают, трудоустраивают людей с инвалидностью и лицом ВЗ. И я хотела бы привести пример из одной из моделирующих игр о том, как эти дети относятся к окружающим. Понимаете? Если студент говорит, что нужно пожалеть короля и простить его, потому что он взял на себя ответственность за свое королевство, это стоит дорогого, потому что многие люди, в принципе, этого не понимают, а это понимают студенты. И, наверное, это очень здорово, именно поэтому мы понимаем, что наш проект, он просто обречен на успех, тем более, что если мы найдем большое количество единомышленников и наставников, и участников, которые сейчас говорят не про жалость, а про личное человеческое достоинство, про самореализацию и, собственно говоря, про результат, ради которого мы здесь все и собрались. Спасибо. Спасибо, Елена. Прекрасный опыт. Анастасия, вы дополните. Да, добрый день. Меня зовут Анастасия. Я, наверное, являюсь примером как раз того человека с инвалидностью, о котором мы сегодня говорим. И, к которому я хотела бы, да, я хотела бы ставить в пример себя, как, к чему нужно, в принципе, достигать. Расскажу вам свою историю. Раньше я жила просто в безоблачной жизни, полной ярких красок, успехов и возможностей. Но в одну прекрасную ночь, попадая в аварию, в результате которой я получаю травму и первую группу инвалидности. Но я не опустила руки, и я не опустила руки благодаря своей поддержке, благодаря наставникам, которые у меня были уже многие, многое время со мной. Это мои работодатели, которые меня не бросили. До аварии я работала в группе компании «Росэнергосбыт». Это энергосбытовая компания России. Вот эти люди меня никогда не бросали и всегда давали мне полностью быть уверенными в своей нужности и в своей необходимости. Никогда не давали мне опускать руки, всегда меня поддерживали. И, исходя из того, что сегодняшний форум, он все-таки посвящен наставничеству, наставничеству, как честь профессионального восстановления личности. Но мне все-таки хотелось бы отметить именно социальную роль наставничества, потому что наставничество, я хотела бы выделить наставничество, как честь успешного восстановления любой личности, независимо от того, кто это будет, будет ли это великий сварщик, или это будет человек с инвалидностью, который, да, тоже может быть великим сварщиком. Так вот, и на сегодняшний день, вот, да, вот то, что я из себя представляю, это работа очень большого количества людей, которых я могу, да, смело назвать наставником. Потому что, наверное, я учусь у всех людей, которые меня окружают. И, да, они все, наверное, являются наставниками. Главное, кого я хотела бы отметить, это, да, моя любимая работа, которая меня не бросает и всегда поддерживает. Особенно председатель правления группы компании ЕСН Григория Викторовича Березкина, которые все время очень, очень сильно заняты, не имеют ни минуты свободного времени, но он всегда находит время на меня, на диалог со мной, на поддержку меня. Ну, ну, со временем, где-то в 2014 году, меня поддержала, очень сильно поддержала агентство стратегических инвестиций, я стала лидером проекта, параллельно начав работать в агентстве. И у меня появился именно наставник, который вводил меня после многих лет мне работы, вводил меня в трудовую жизнь. Это Донкова Людмила. Вот, и мне повезло то, что я начала работать именно в социальном направлении агентства, потому что вот именно социальное направление с ювелирной огранкой помогало меня ввести в трудовую жизнь. Именно того высокого уровня, на котором работают эти люди. Я вот им благодарна. Я хотела бы отметить то, что каждый человек, ну, как, в принципе, говорит наш президент, то, что каждый человек уникален. Ну, просто каждому нужно помочь развиться и найти его место в жизни. Я считаю то, что задача каждого человека является помощь и поддержка и наставление человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, на полноценную жизнь, на желание к полноценной жизни. А в части трудоустройства я бы хотела бы сказать то, что так как мы с Еленой организовали проект по изменению восприятия инвалида с потребительского отношения к работе до предпринимательского отношения к работе. Потому что за многие годы реализации моего проекта я сталкиваюсь с тем, что работодатели хотят трудоустройства инвалидов. Администрация регионов мне говорит, мы готовы предоставить им образы, мы готовы предоставить им рабочие места, но проблема заключается в том, что инвалиды не хотят работать. Я считаю то, что это очень важный момент того, что нужно помочь людям, которые разочаровали в жизни, которые потерялись. Нужно помочь и направить их именно на нужный момент, на нужную дорогу, на по нужной траектории для достижения жизни полноценной и успешной. Спасибо. Спасибо, Настя. Аплодисменты. Я хочу сказать, что действительно Настя уникальный пример мотивированного человека, который может своим примером любого человека вдохновить на различные подвиги. И слава Богу, что в нашей стране таких людей очень много. Они живут не только в Москве, но и во всех регионах. Вот сегодня, к сожалению, не смогла приехать Даша Кузнецова. У нее замечательный проект «Окрыленные мечтой», где она делает девушек, которые передвигаются с помощью коляски, красивыми ангелами. Это Флюрнур Логаянов, вице-президент Всероссийского общества инвалидов, который, я знаю, вытащил у многих девчонок из состояния вот именно потери себя после получения травмы. И те тренинги, которые проводят общества, не позволили вырастить, не просто вытащить этих девочек из темноты и трудной жизненной ситуации, но вырастить в них тренеров. И мы вот сегодня отдельно хотели бы поговорить о том, что сами ребята с инвалидностью могут быть прекрасными наставниками и могут нести эту миссию, как никто другой лучше. Но тот проект, о котором говорит Елена, безусловно, важен, потому что он системный, и работа через образовательные организации, через вовлечение работодателей и педагогов в эту деятельность, она не менее важна. И мы сейчас возвращаемся к теме спорта. Я хочу предоставить слово Андрею Кузнецову, Удмуртская республика. Он расскажет о том, как готовит Федерация физической культуры и спорта с поражением опорно-двигательного аппарата в Удмуртской республике. Их опыт в основном наставничестве. Добрый день, уважаемые участники форума. Очень приятно было послушать спикеров. Меня зовут Кузнецов Андрей, я тренер спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Удмуртской республике. И я хотел бы с вами пообщаться на тему наставничества в спорте лиц спода. Еще в середине 20 века, в послевоенное время, нейрохирург сэр Людвиг Гутман доказал, что физическая культура и спорт являются лучшими средствами реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Он организовал первое в истории соревнование для инвалидов в Стокмандевиле по стрельбе из лука. И с этого дня началось бурное развитие паралимпийского движения в мире. Также и в моем регионе, в Удмуртской республике, очень быстро развивается паралимпийское движение, и мы этому содействуем. Очень много категорий инвалидности, и я выделю сразу одну. Мы занимаемся именно спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся ребята с ДЦП, колясочники и ампутанты. Мы будем говорить сейчас о них. Расскажу вкратце о том, как мы собираем нашу команду. Мы тесно сотрудничаем с бюро медико-социальной экспертизы. Там ребята получают группу инвалидности. Также мы сотрудничаем с протезно-ортопедическим предприятием, где ребята делают протезы на ноги, на руки. Когда инвалиды приходят в эти организации, сотрудники рассказывают о том, что у них есть возможность заниматься спортом инвалидов, дают контакты нашей федерации, и мы их приглашаем на тренировки. Также ежегодно Министерство спорта Удмуртской Республики и Центр спортивной подготовки два раза в год проводят республиканские спартакиады инвалидного спорта, зимнюю и летнюю. Это прекрасная возможность для ребят со всех районов нашей республики, не только нашей столицы, а с каждого района, из каждой деревни, приехать, поучаствовать в соревнованиях. На этих соревнованиях участвуют ребята разного уровня подготовленности, как любители, так и уже ребята, которые давно занимаются спортом. И на этих соревнованиях также мы присутствуем, тренеры, и отбираем наиболее перспективных. Мы приглашаем их на наши объекты, адаптированные, Центр адаптивного спорта Удмуртия и лыжный комплекс Галины Кулаковой. Там ребят готовят тренеры, в том числе и я. В первую очередь, когда мы приглашаем спортсмена, будущего спортсмена, мы его внедряем в наш коллектив. Коллектив не по какому-то одному виду спорта, а коллектив, в который входят ребята с разных видов спорта, со слейдж-хоккея, футбола, ампутантов, велоспорта, легкой атлетики, лыжный гонок и многих других видов спорта. Мы внедряем его в коллектив и начинаем базовую подготовку по таким видам спорта, как плавание, бег, велоспорт. Кто-то сразу садится на слейдж-хоккейные сани, кто-то играет в футбол. И также мы ведем подготовку в тренажерном зале, то есть закладываем определенную базу. И ребята у нас живут на сборах, все вместе в одной гостинице, и у них есть прекрасная возможность пообщаться друг с другом не только в тренировочном процессе, но и в свободное время от тренировок. Вот это, кстати, моя любимая фотография. Здесь в желтой футболке, это наш паралимпийский чемпион по лыжным гонкам. Лучший в мире лыжник сейчас, кстати. И видите колясочники, да, с футбольным мячом. У нас ребята на одной ноге, без рук, вот девочки в свободное время вышли поиграть в футбол. Как думаете, колясочники, как играли в футбол? Они в воротах стояли. Видите, вот эта деревянная стоечка, это в ворота. Они вообще не боятся, они хорошие враты очень, отражали все удары. Ну так дальше. Очень важно на начальном этапе подготовки ребят обеспечить соревновательным опытом. И поэтому мы готовим ребят на различного уровня спартакиады, как на республиканские, так и на всероссийские. И возим свою делегацию, где ребята закрывают практически все дисциплины, начиная от дартса, настольного тенниса, шахмат, шашек и заканчивая армрестлингом, жимом, лежа и плаванием. То есть это говорит о том, что у нас ребята всесторонне развитые, мы содействуем их гармоничному развитию, физическому и психическому развитию. Дальше. После стадии базовой подготовки идет стадия выбора спортивной дисциплины, потому что нельзя заниматься всем сразу. Заложили базу и дальше мы... Я убежден, что спортивная подготовка должна опираться на научные знания. И поэтому наша федерация сотрудничает с Институтом физической культуры имени Тихонова. Мы приводим своих ребят в лабораторию института, проводим физиологические исследования. И на основе анализа гемодинамики по Баевскому мы определяем биоэнергетическую группу спортсмена. То есть к какому виду спорта он генетически предрасположен. Либо к видам спорта на выносливость, либо скоростно-силовым, либо командным. Так мы помогаем спортсмену выбрать вид спорта. Хотел бы привести кратко яркий пример. У меня есть подопечный без обеих рук, вот Ренат, он сзади. Вот в синих шортах и в зеленой футболке. Он начал заниматься и захотел бегать на длинной дистанции. У него неплохо получалось достаточно. Но потом рост результатов прекратился. Мы сводили его в институт. И оказалось, что у него очень хорошие врожденные способности в анаэробных механизмах. То есть он силовик, он спринтер. И мы пересмотрели его специализацию. В итоге он стал заниматься паратэквондо. Значит, после того, как спортсмен выбрал свой вид спорта, моя задача как наставника заключается первая в том, что я должен донести, показать правильное представление у него, сформировать о паралимпийском спорте вообще. О том, что паралимпийские вершины – это не что-то такое космическое, не что-то недосягаемое. А то, что при определенном приложении усилий у него есть реальная возможность добиться высоких результатов. Потому что много примеров, когда ребята смотрят, вот паралимпийские игры в Сочи транслировали по телевизору, и ребята-колясочники смотрели, ну, скажем, слейдж-хоккей, и они говорили мне впоследствии, что мы думали, что это вообще что-то далекое от нас. И нам до этого далеко. Дальше я должен уже, как вы говорили, поставить цели. Потому что цели – это главный мотиватор ребят, и они немножко плавают и не знают, к чему стремиться. Но занимаются спортом и занимаются. И поэтому главную цель мы ставим, конечно же, попадание на паралимпийские игры – это их главный мотиватор. И я, как тренер, должен пошагово расписать ему всю программу действий. Первое – нужно успешно выступать на спартакиадах, о которых я рассказывал, и на массовых соревнованиях. Я, ребят, заявляю на различные соревнования. Вот фотографии соревнований по триатлону. Это не триатлонисты, это наши обычные ребята-лыжники с одной рукой. Они участвовали в соревнованиях по триатлону. Я думаю, что здорово – это не каждый осмелится прыгнуть в холодную воду, а тут с одной рукой они успешно преодолели дистанцию. В соревнованиях лыжного марафона имени Галины Иглесеевны Кулаковой, также на кроссе наций и на многих других массовых соревнованиях. Значит, следующая цель – попасть в состав сборной Удмуртии, пройти отбор. Мы сформируем конкуренцию внутри нашей республики. Дальше – выиграть призовое место на чемпионате России. К вопросу о профориентации, здесь этот вопрос очень широко рассматривался. Есть такая профессия спортсмен. И человек, выигравший или попавший в призы на чемпионате России, имеет право получить денежное вознаграждение единовременное, также получает стипендию и трудоустроится либо в слэдж-хокейном клубе, либо в центре спортивной подготовки. То есть он выбирает себе профессию спортсмен. Еще очень хотелось бы в завершении сказать, что очень яркая проблема у нас в стране, ну как проблема, так и наше достоинство, что люди у нас очень добрые и действительно очень сочувствуют нашим инвалидам. И также родители детей инвалидов очень сильно жалеют своих детей, очень их балуют. И многие школьники инвалиды у нас учатся на домашнем обучении, то есть они изолированы от общества, это большая проблема. И воспитание в таком ключе, когда их балуют, может привести к тому, что вырастет избалованный потребитель-инвалид, изолированный от общества. Я считаю, что в спорте, как раз таки в нашем коллективе, я должен обращаться с ними не как все остальные, не жалеть их, а относиться к ним как к здоровым спортсменам, к настоящим спортсменам. Я формирую здоровый коллектив, дружный коллектив, дисциплинированный коллектив. И ребята в нашем коллективе начинают любить спорт, начинают ценить жизнь, уважать других соперников своих и радоваться за успехи своих ребят. И можете назвать меня извергом, но я своих ребят-колясочников заставляю спрыгивать с коляски, ходить на руках, потому что не везде у нас есть доступная среда, особенно в деревнях, откровенно будем говорить. И я считаю, что каждый колясочник-инвалид, он должен уметь спрыгнуть, особенно молодой, спрыгнуть с коляски, собрать свою коляску и на пятый этаж забраться на руках, еще и дотащить свою коляску. У нас много таких ребят. У нас ребята без рук, сами заправляют кровати, сами стирают свою одежду ногами. И я всегда слежу за тем, чтобы они всегда были опрятными, чистыми, чтобы они сами за собой ухаживали и были самостоятельными. И все-таки главной моей задачей является подготовка высококвалифицированных спортсменов, потому что мы говорим о спорте высших достижений, и не каждый сможет добиться определенного успеха, высокого. Моя задача заключается в том, что я должен воспитать хороших людей прежде всего, которые будут неотъемлемой частью нашего общества. Это самая главная моя задача. И можно в завершении пару видео включите, пожалуйста, там мастера. Это наш спортсмен, паралимпийский чемпион Владислав Лекомцев. Смотрите, он одной рукой на финише, в классическом ходе, на чемпионате мира, побеждая спортсмена с двумя руками. Здесь наши начинающие спортсмены. Это не паралимпийский чемпион, это девочка 13 лет, которая занимается с ноября. Потеряла ногу, ей ампутировали ногу. И по примеру Владислава Лекомцева, который является как раз-таки ориентиром нашим, она занялась лыжными гонками. Второй парень, видите, в бассейне. Это вот Ренат Якупов, теквандист. Но он еще и плавает, он не плавает. Смотрите, как он хорошо плавает. Без обеих рук, абсолютно. И еще пару видео, последнее. Это вот как раз-таки Ренат Якупов стирает свои вещи на сборах ногами, без рук. Ну и это там ребята, слэдж-хоккеисты, тренируются, играют еще и в футбол. На костелях, одной ногой. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Очень вдохновляющее выступление. И в целом, я хочу сказать, сегодня получилась интересная дискуссия. Был представлен совершенно разный опыт. И главное, я хочу отметить, это то, что мы сегодня всерьез говорим о трудоустройстве. Мы не говорим о занятости, мы не говорим о социокультурной инклюзии, просто вовлеченности, чтобы не было скучно. Мы говорим о профессионалах. О профессионалах в спорте, о лидерах, о формировании лидерских качеств. Это, конечно, то новое, что сегодня уже родилось в стране и родилось не сверху, а инициативно снизу. И эти люди, которые сегодня сидят в качестве спикеров, которые присутствуют в зале, это те люди, которые сами снизу поднимают и заставляют государство менять государственную политику в части обеспечения возможностей и прав получения на профессиональное образование. Мы говорим об инклюзии в школе. Несмотря на все те проблемы, с которыми сегодня сталкиваемся, мы говорим о том, что общество становится инклюзивным. И чем больше будет людей, которые будут не жалеть, не будут считать, что ты заплатил денежку и забыл, и совесть твоя чиста, действительно вовлекаться и вовлекать людей с инвалидностью в активную жизнь, тем быстрее мы достигнем совершенно нового, позитивного посыла в нашем обществе. И те цифры, которые ставит перед нами государство о 50% трудоустроенных людей с инвалидностью на рабочие места, они будут не просто выполнены, а перевыполнены, потому что общество будет меняться. Спасибо. И если позволите, я бы хотела рассказать немного о проекте, который реализует сегодня государство. Это проект, это конкурсы профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Анастасия Давыдова, одна из первых, которая была вовлечена в этот конкурс, она была участником нашей национальной сборной в Бордо. Это тоже характеризует ее как человека с активной жизненной позицией. Очень кратко хочу сказать, что основной целью является прежде всего трудоустройство. Это тот инструмент, который позволяет найти ребят с инвалидностью и не только молодых ребят. В конкурсе могут участвовать люди до 65 лет, а сегодня мы говорим уже о расширении этих границ. Тех людей, которые мотивированы на трудоустройство. Начал реализовываться проект нашей страны в 2014 году. Я хочу сказать, что за три года мы очень сильно удивили международное сообщество, потому что такого стремительного взрывного роста и такого количества профессий, вовлеченности абсолютно всех органов исполнительной власти, общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, такого примера нет нигде в мире. Мы очень удивили мировое сообщество. Это тот проект, который позиционирует Россию как страну с равными возможностями. Сегодня в цикле уже более 6 тысяч людей с инвалидностью по итогам трех чемпионатов. Мы готовимся к четвертому. Хочется сказать отдельное спасибо правительству города Москвы, которое второй год подряд принимало чемпионат. Это уже принято решение о том, что и четвертый национальный чемпионат состоится в городе Москве. И я хочу сказать о том, что 94% участников либо продолжают обучение, либо трудоустроены. То есть это говорит о том, что проект не просто показывает возможности людей с инвалидностью. По 67 профессиям были соревнования в прошлом году. Это говорит о том, что меняется общество, работодатели принимают и трудоустраивают людей с инвалидностью. У нас очень интересный медальный зачет. Безусловно, Москва абсолютный лидер, потому что очень много профессий было проведено. Я хочу сказать о том, что этот проект еще и проект наставников. У каждого участника есть наставник. Это, как правило, работодатель, который помогает ему при подготовке к соревнованиям. И кроме того, наши чемпионы, вот сегодня я вижу представителей 24-го колледжа, наши чемпионы сегодня, они становятся наставниками. Подтвердите коллеги, что те ребята, которые победили в чемпионате и продолжают обучение в колледже, либо являются его выпускниками, они находят работу. Потому что они своим личным примером показывают, что мы можем, мы делаем, мы учим. Это тот проект, который демонстрирует прежде всего обществу, что люди с инвалидностью – это не обуза. Люди с инвалидностью – это люди, которые обладают иногда сверхвозможностями, сверхмотивированы на трудоустройство. Спасибо большое за внимание. У нас есть буквально 5 минут, и если… А, у нас нет этих 5 минут, но если есть вопросы к спикерам, я думаю, организаторы нам позволят. Два вопроса. 5 минут у нас есть. Да, пожалуйста, если есть вопросы, потому что темы были очень интересными, пожалуйста. Вопросов нет? Есть, да? Пожалуйста. Здравствуйте, я представляю Тульскую область. У меня вопрос к Илье. Вы в своей презентации, может быть, я прослушала, но мне кажется, не прозвучало это, сказали то, что вы работаете с мотивированными выпускниками, да? А что делать с детьми, которые не мотивированы? То есть вы предпринимаете какие-то попытки для того, чтобы их смотивировать, или они остаются до того, пока у них не созреет эта мотивация? С теми, кто не хочет работать совсем, и даже их значимый взрослый в нашей терминологии не видит никаких предпосылок, что он хочет работать, мы, к сожалению, на данный момент не видим возможности их вывести на рынок труда. То есть если у молодого человека, у девушки есть хотя бы какое-то желание попробовать себя, и социальный педагог или сотрудник некоммерческой сферы, который работает с ним, видит это, он предлагает ему позвонить в наш центр или как-то иначе связаться, и тогда уже молодой человек приходит, и мы начинаем с ним работать. Постепенно мотивация может привиться сразу, и он готов выйти на открытый рынок труда. Иногда бывают такие сложности, что этот путь до того, чтобы устроиться на постоянную вакансию, занимает несколько лет. Но каждый раз мы готовы приложить ту или иную форму работы, чтобы проверить мотивацию, ее подкрепить. У меня запланирован мастер-класс по метрикам трудоустройства, по тому, как наставник может быть вовлечен на каждый этап трудоустройства. Я об этом буду более подробно говорить тогда. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Маргарита, у меня вопрос к Берти Травничек. Вот, собственно, много сегодня говорили о профессиях и вовлечении ребят в профессиональную деятельность. Был представлен проект, который, в общем-то, к профессии, возможно, не будет иметь отношения. Он красивый и замечательный. Я знаю, что не только серфинг, но и погружение, имеется в виду, вот настоящее подводное погружение, практикуется в учреждениях для детей-сирот, детей в трудной жизни ситуации и ребят с инвалидностью. Какое значение эти вещи имеют в дальнейшем продвижении? Как раз таки, Маргарита, ваш вопрос связан с вопросом номер один. Когда мы говорим о мотивации выпускников учреждения для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей, к будущей возможной профориентационной деятельности, да, трудоустройства. Дело в том, что ни для кого не секрет особенности в поведении. Наших подопечных. И, соответственно, вот такие виды спорта, как погружение, как серфинг. Это может быть тот же самый экстремальные велосипеды. Они в первую очередь учат детей открывать себя, преодолевать все препятствия, которые есть. Они понимают, что в жизни возможно все. И, соответственно, когда человек преодолевает свой, скажем так, жизненный опыт, который не тянет ему к работе, да, то, соответственно, определив себя, у него есть возможность уже и определиться с профессиональным выбором. То есть человек, который умеет владеть собой, он, конечно же, захочет жить качественно иначе. Спасибо большое. Действительно, и в ролике, который, Берта, вы показывали, говорилось, что если ты преодолел волну, то, значит, ты преодолел еще какую-то трудность. И вот эта вот мотивация, о которой мы много говорим, она реализуется через, казалось бы, не очень свяженные с трудоустройством вещи. Хочу сказать огромное спасибо всем спикерам, пожелать им удачи. Надеюсь, что все, кто присутствовали в зале, почерпнули для себя много нового и интересного. Вы обменяетесь контактами, и, как правило, после самой панели рождаются еще дискуссии на площадке. Поэтому я предлагаю перейти уже к непосредственному общению. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok